Здравствуйте, уважаемые друзья! Из всего разнообразия нимф веснянок в таком варианте или же в более упрощенном варианте или в более крупном варианте, который мы с вами тоже изготавливали, и весь один и тот же основан принцип. Это есть лапки, есть усы и хвостовые придатки. Из всего разнообразия нимф, которые обитают в нашем регионе, я хотел бы изготовить собирательный образ нимфы в натуральную величину. Учитывая то, что для вас не будет выполнена достаточно детализация, я буду изготавливать на вот таком крючке номер 14. Желательно, чтобы изготавливалась такая нимфа на крючке номер 16. Ее реальная величина составляет в природных условиях в нашем регионе это порядка 8 миллиметров или же от 8, будем говорить так, до 12 миллиметров. Поэтому от величины крючка вы подберете для себя величину кормовой базы. Но, скажу вам сразу, даже связанная на гораздо большем крючке, рыба реагирует тоже очень хорошо, невзирая на то, что значительно больше кормовая база. Я подготовил, как обычно, глазки из лески, прикрепил пленочку, слегка подкрасив ее в черный цвет, закрепил хвостовые придатки, также закрепил пленочку, которой мы будем выполнять верхнюю часть сегмента и чехлик. В качестве сегментации мы будем использовать вот такую леску толщиной где-то 0,12. И в качестве привлекающего элемента я закрепил обыкновенный люрекс, который вот продается в галантерейных магазинах, такого зеленого оттенка. Практически все материалы мы можем с вами заменить. И огрузил немножко, как всегда, свинцом. Свинец я прокатываю для того, чтобы вначале где крепилось большинство материала у меня не было горбиков. Наша нимфа сама по себе должна быть слегка приплюснутой. То есть сверху мы должны с вами выполнить еще вот такую операцию. Этого достаточно. Теперь выбор стоит в том, из чего изготавливать тело. Тело мы с вами можем изготавливать сразу вот допустим у меня есть кусочек вот такой обыкновенной нитки для ручного вязания с шерстью ангоры. Я неоднократно использовал его уже в изготовлении. Можно использовать взять одну или две допустим нити. Можно изготавливать даббингом. И, как я обычно делал придатки, вот как вы видите, у нас есть в наших перьях вот такие недоразвитые вторичные перья. Тоже можно использовать. Учитывая то, что не всегда каждый сможет найти тот материал, который допустим я показываю, давайте мы с вами выполним тело из вот этой нитки, которая ангора. Закрепим ее по всей длине. И нашу нить мы возвращаем там, где у нас будет формироваться грудь. Я, как всегда, делаю завершающий узел для того, чтобы нить у меня находилась в том месте, где я ее оставляю. И не убежала, куда мне не нужно. И теперь я беру слегка вот так, подкручивая свою нитку и начинаем формировать тело. Вначале у колечка, вернее у загиба, мы с вами выполним немножко в натяжку, чтобы была нить. Помогаем себе пальцем, если это необходимо. и двигаясь уже к нашей грудке, мы с вами уже отпускаем, не натягиваем нить. Мы дошли к креплению нашей грудки и здесь с вами останавливаемся. Подхватили наш материал, остатки удаляем. Как вы видите, достаточно у нас для того, чтобы мы могли сделать с вами и лохматость, и допустим, привести в порядок сделать жаберки. Но я, как всегда, вначале не расчесываю, потому что те элементы, которые мы сейчас с вами будем крепить, они у нас замнут наши волоски. Поэтому я беру вначале сегментирую люрексом. шаг вы для себя выберите сами, это не так существенно. Это просто привлекающий элемент для рыбы. Закрепили наш материал, остатки удаляем. теперь нам необходимо с вами подчесать, сделаем сейчас узел завершающий и необходимо нам немножечко распушить и подчесать наш мех для того, чтобы сейчас, когда мы закроем чехольчиком, мы уже потом не сможем с вами добраться до нашего материала. Можно использовать дабинговую нить, но я обычно использую вот такой нами уважаемый инструмент, как нашу щетку зубную. как вы видите, уже у нас лохматость появилась, потом в дальнейшем можете для себя добавить больше или меньше. Еще нам необходимо с вами здесь предусмотреть расцветку. лохматость вы будете нимфу использовать в зависимости от того, какой водоем вы будете видеть, какой, допустим, у вас расцветки нимфа. Или она больше коричневого, или она серая, то есть я не зная, допустим, буду сейчас изготавливать нашу спинку, мы уже не сможем сюда добраться и подкрасить, я слегка подкрашиваю в коричневый цвет. Это практически во всех водоемах серо-коричневая спинка почти у всех наших нимфочек годится. Берем нашу пленочку и аккуратно натягиваем вот как вам будет видно до грудки и здесь подхватываем сильно не усердствуем, потому что мы с вами потом еще будем хорошо продавливать нашей леской. Подровняли так, чтобы нам было это удобно. И теперь я устанавливаю крючок несколько удобно для себя положения, вы как вам будет удобно. Крючок будем крутить все время с вами. Вот и все. Как вы видите, у нас уже имеется чихлик, жаберки, которые мы обозначили, расчесали. Я беру вначале выполняю один виток как обычно у нашего жала и начинаю теперь продавливать с равным шагом нашу пленку. дошли до уровня крепления груди и здесь с вами закрепим нашу леску. Я перевернул остаток пленки которая у меня формировала мою спинку сделал вырез то есть это первое зачатки крыльев которая есть у этой нимфочки и как вы видите подобрал перо для того чтобы мы потом с вами сформировали лапки. Теперь нам необходимо изготовить грудку диаметром она должна быть так как вот наше тело. мех я буду использовать серый можно коричневый черный как вам будет удобно. Вот мы с вами изготовили как вы видите по диаметру такая же как наше тело и теперь нам необходимо с вами отобрать определенное количество бородок пера из которого мы потом с вами сформируем лапки. перо я подобрал обыкновенное это вот остатки обыкновенного петушиного пера которое почти всегда имеется у нас в наличии. Чтобы более аккуратно вот так я их подбираю перо вместе придерживаем сверху и в районе глаз закрепим наше перо для того чтобы не делать 10 раз одну и ту же работу я бы как всегда повторюсь намажу немножко нитку клеем переламываю обратно вот так замок перо и проматываем остатки удаляем теперь нам с вами остается выполнить довольно таки серьезную работу как я уже вам показывал неоднократно мы должны с вами в равных частях поделить нашу наши лапки с помощью нашего лака клея развести их и мы с вами должны сейчас вот когда выполним работу взять закрепить в районе глазок подтянуть хорошо нашу пленку аккуратно вот так закрепить и формировать теперь уже будем лапки чтобы мы могли потом окончательно накрыть и сделать вырез давайте выполним эту работу мы с вами используя наш лак разделили сделали шесть лапок импровизированных и теперь нам необходимо сделать но насколько возможно будет позволять ваш даббинг даббинговую веревочку для того чтобы мы могли вот так пройти между нашими лапками еще раз их хорошо разделить если по каким либо причинам у вас вот как у меня попадает лапки под даббинг это не страшно это все можно будет потом подправить и нашу нить уже окончательно мы останавливаем там где сформировали с вами последнюю лапку здесь мы теперь должны с вами закрепить чехлик подровняем еще наши лапочки подкрасим сразу наш чехлик и спинку в коричневый цвет так как мы уже сюда с вами добраться не сможем и подкрасим нашу пленку теперь как обычно как мы с вами уже неоднократно делали наклоняем нашу пленку к месту крепления слегка совсем слегка в натяжечку держим первый оборот у нас слегка легкий а потом уже начинаем подтягивать наш чехлик вот так и как обычно подровняем подрежем и доведем до ума наши лапки подровняли с вами лапки подрезали по той величине которая нам подходит и очередная вот такая нимфочка собирательный образ веснянки готов к работе лапки у нас достаточную имеют подвижность то есть хорошо выдерживают поклевки в данном варианте я просто другого выхода изготовления лапок не вижу благодарю вас за внимание до скорых встреч до скорых встреч до скорых